Винтаж или полная разруха? Жители дома по улице энергетиков утверждают, что живут в катастрофических условиях. Они вынуждены ежедневно рисковать своей жизнью, ведь дом рушится на глазах. Но, по словам местных, его не признают ветхоаварийным. Почему, попытался выяснить наш корреспондент Татьяна Лаврова. Обшарпанные стены на лампе толстый слой пыли и сквозные дыры в стенах. Смелое дизайнерское решение? Нет, скорее бытовая неизбежность. Этому общежитию уже 63 года. Его жильцы говорят, они не нужны коммунальщикам. Мы не относимся к никакому ЖЭКу. Нас никто не берет. То есть, вот нами не занимаются. Оплачиваем капремонт. Вот где он? Посмотрите, где? Здесь живут многодетные семьи. Есть старики и маленькие дети. Все вынуждены жить на развалинах. Накануне в доме рухнул потолок. Кусками бетона и штукатурки едва не придавили грудного малыша. Обрушился потолок в одной из комнат. Девятимесячного ребенка за долю секунды успели убрать. Иначе его убило бы. Месяц назад у нас в душевой кабине. Также в курыте мы купали детей. Обрушился кусок глыбы. И также, ну там 5 сантиметров. И также убило бы. Вы что ждете, когда убьют кого-то? А жизнью местные рискуют постоянно. Им грозит беда не только сверху, но и снизу. Дыры в полу такие, что теперь крысы и клопы здесь частые гости. А они распространители опасных инфекций. Люди могут не только заболеть, но и умереть. К примеру, сгореть на пожаре. Электрика в доме оставляет желать лучшего. Проводка у нас не работает. Постоянно замыкает. В 2014 году у нас был пожар. Загорелся на втором этаже щиток. Делать ремонт бесполезно, говорят люди. Тем более не у всех есть на это средства. В любом случае, общежитие, государственная собственность и власти тоже должны как-то следить за состоянием дома. Тем временем, последняя комиссия после обследования здания сделала заключение, что жить здесь можно. Татьяна Лаврова, Михаил Яцук, 31 канал.